Провенциальный роман. История, что я обещал, я обещал чайку по имени Марии. Хорошо, тогда я ее и прочитаю. Проходите, только вы, прибывшие. Манекенщик. А, так мне же нужно рассказать предысторию. Когда-то, лет 15 назад, я вдруг, меня судьба ведущего занесла в город Сочи на фестиваль «Бархатные сезоны», фестиваль «Домов моды», где присутствовали манекенщики и манекенщицы «Дома моды» Вячеслава Зайца. Ну, с манекенщицами там ничего интересного особо не было, а вот манекенщики – это парни, которыми… Это гордость Славы Зайцев. Он говорил всем. Манекенщицы, ну что, ну вешалки и вешалки. Ай, это парни, таких нигде в мире нет. Это вот, посмотрите на них. И они понимали, что они особенные. И когда в лучах закатного солнца они выходили вот на эту набережную и прогуливались топлес, вот, у них даже, они смотрели друг на друга, у них даже соски от возбуждения стояли. Просто вот настолько они были хорошими. Но один из них был особенно вот такой печальный, у него взгляд, в лучах закатного солнца он выходил на пирс, и вокруг него начинали кружиться чайки. А мы сидели рядом, пили вино, и уже в таком состоянии, я говорю, Сань, как ты думаешь, чего к нему чайки слетаются? А он такой, он красивый, высокий, солнце на закате, чайки летают, у него бандана. Я говорю, я знаю, но сейчас вам не скажу, а вот когда напишу, вы об этом узнаете. Итак, чайка по имени Марина. Сказание о печальной битязи для чайки по имени Марина. Манекенщик, красавец Кирилл, ростом 194, никогда секретно курил и не жил в коммунальной квартире. А студентка Марина жила с бандюганом по кличке Горилла. Но его не любила она, потому что любила Кирилла. А Кирилл никого не любил, загорая в утраме на пляже, лишь ночами печально дрочил на свое отражение в трильяже. В городке на морском берегу он фланировал в Найковской майке. Его очертание губ походило на контуры чайки. И когда он дарил небу взгляд, у людей впечатление было, что как будто над морем летят косяками улыбки Кирилла. И за это любила его молодая студентка душою. И журнала с названием ВОК покувала с надеждой большой, что раскроет страницу. А там, в импозантном костюме от Гучи, сексуальный, чем Жан-Клод Ван Дамм, белозубую улыбку и жгучий, ослепит манекенщик Кирилл. Боже, как же хотелось студентке, чтобы он ей свои взоры дарил, и не только на фотках со стенки, чтобы нежным касанием губ он бы дрожь вызывал в ее теле. А Горилла был мерзок и груб, и всегда делал больно в постели. И смешаясь, рал, как дебил, и, дыша в нее запахом лука, назвал ее сукой и бил. А она была вовсе не сукой, как хотел он ее называть, а напротив, девчонкой с мечтою. Ей хотелось любить и летать, словно чайка над вольной волной. И однажды, когда, как струна, лучик солнца звенел на закате, прогуляться решила она и надела нарядное платье. И такая волшебная вся шла марина по берегу моря, никого ни о чем не просяясь, лазорьевым небом не спорят. И когда свой багряный закат небо морю на память дарило, горделиво плывя, как фрегаты, показалась фигура Кирилла. Как загадочный, сказочный скиф со стрелой Купидона в колчане, Был Кирилл нереально красив в белой майке и красной бандане. И когда поравнялись они, там, где чайки у берса, качались, Все прожитые девушкой дни перед ней за мгновение промчались. Боже, как я люблю вас, Кирилл! Мой загадочный, царственный Витязь! Заберите меня от гориллу и на трепетный взор отзовитесь! Мое сердце сейчас унесет! Вы скажите одно только слово! Ради вас я готова на все! Я не знаю на что, но готова! Сверху вниз на нее посмотрев, Сфокусировав взгляд ненадолго, Он сказал про себя нараспев. Вот еще одна глупая телка! Только пальцем ее позови, И она упадет на колени. Что она понимает в любви, Настоящей любви и измене. Я, увы, не могу вам помочь. Вы б сходили к врачу для начала И ушел мастурбировать в ночь, Глядя в зеркало волн и причал. А Марина осталась одна Перед черно-багровой удалью. Из стеснительных волн пелена Застилала глаза ей печалью. Но рвалась в поднебесье душа Белой чайкой на черном просторе. Оставался один только шаг, И она его сделала вскоре. А Кириллу приснилась в ночи Белокрылая длинная птица, Что шептала при свете свечи, Разреши мне с тобой проститься. Его обнимало крылом так искусно, Что фибрами в теле Он испытывал сильный облом, Потому что рука не при деле. А наутро сказала, прости, Улетая, как в песне протеста, Если очень захочешь найти, Приходи на причал в это место. Там при свете ночного огня Буду я прилетать с птичьей стаи. Если ты не узнаешь меня, Я в ночи растворюсь и растаю. А если узнаешь, любя, Накроши мне скорее марципану. И тогда на глазах у тебя Я опять прежней девочкой стану. С той минуты несчастный Кирилл, Посещая причал, словно школу, Вечерами исправно кормил Жирных чаек, слетавшихся к молу. И хоть был молчалив он и тих, К стае птиц, приходя на смотрины, Но не мог распознать среди них Он своей ненаглядной марины. Вот и все. А бандит-горелян С пистолетом Биретто в кармане, Возвратившись на утро, Был пьян, Словно чуя, Что баба обманет. Благодаря. 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 Благодаря.